Сколько в день вы перевозите пассажиров? В день мы перевозим до 17-20 тысяч. По сравнению с каждым с тем, что мы перевозим? У них еще там работает и троллейбус, и трамвай. У них просто электротранспортное предприятие. Конечно, у них эта цифра повыше, у нас она пониже. Но значимости это не уменьшает. С новой районной администрации как у вас отношения? Да хорошие рабочие отношения, прекрасные отношения. Я не говорю, что там кто-то предвзято стал относиться к Ангарскому трамваю или коллективу. Нет, такого нету. Я не слышал ничего негативного по отношению от районной власти к трамвайному управлению. И последний вопрос, если можно. Пожалуйста. Сколько получает водитель, кондуктор, ревизор и простой ремонтник под водой? Да, на сегодняшний день у нас не очень достаточно большая заработная плата. В среднем 12 тысяч рублей получает у нас водитель. Но у нас еще есть такой момент, что у нас кондуктора работают на сдельной оплате труда. То есть мы стимулируем, чем больше вы продали абонементных билетов, тем, естественно, будет выше заработная плата. А ревизор? Ревизор у нас на оплате. На сегодняшний день у него примерно такая же заработная плата. А вот тут ремонтник под водой сейчас выкинул? У него где-то 12,5-12 тысяч рублей начисление. Детей и школьников возите по... У нас проездные билеты и для школьников, и социально проездные билеты для ветеранов и для пенсионеров. И у нас льготные билеты. Значит, на следующий год у нас юбилей города. 60 лет нашему городу. К юбилею этого города у нас, к сожалению, уже не остались. Тех трамваев, которые были на перевозку пассажиров. Но у нас остался ремонтный трамвай. К юбилею города мы его нарядим. Мы его выпустим на линию. И ангарчане посмотрят, какой был трамвай в те далекие годы 60-х, когда вышел первый наш трамвай. То есть рэп. Сколько сегодня трамвайов здесь, непотрясно, на Вашем предприятии? Как часто их ремонтируют, когда они ухаживают? Ну, ни для кого не секрет. На сегодняшний день у нас 80% износа трамвая, чуть ли не 100% составляет. Очень тяжелая ситуация. Да, сегодня у нас трамваи изношены. Да, у нас постоянно ведется ремонт. Но, я еще раз говорю, предприятие с этим справляется в силу своих возможностей. Конечно, без помощи города это однозначно мы не сможем. Но, я еще раз говорю, не надо нас содержать, просто нам надо в чем-то помочь. Дальше коллектив работоспособный, потенциал есть. Кадры укомплектованы, кадры неплохие. Техническая работа. Техническая работа. Я не видел в городах, чтобы работали вот на сознании пассажиров. Пока на сегодняшний день мы работаем по Иркутскому условиям, Ангарскому, Братскому. У всех работают кондукторы. Единственное, в Иркутске работают не кондукторы, но ревизоры, которые тоже контролируют эту ситуацию. В недалеком будущем, наш президент это озвучил, что у нас у всех будут электронные карты, которые будут аккумулироваться все часа, начиная с проезда в трамвай и принятия больного у врача. То есть будет единая социальная карта. Скорее всего, по этим картам будут все ездить и расплачиваться без наличников. Значит, на сегодняшний день, да, было такая ситуация, было детское кафе мороженое, да, но в связи с износом трамвайных путей, ну, когда человек сидит и получается вот эта тряска, не всегда комфортно человек себя чувствует, да, особенно дети. Но у нас такая мысль есть, да, у нас такая мысль зародилась, возродить то, что забытое, хорошее, старое, что изобретать велосипед. Мы попробуем к лету что-то такое выпустить на линию. Спасибо.